Всем привет! Я решил провести необычный эксперимент. Я взял 7 новичков, которые играют в Стамбул меньше месяца, ни разу не побеждали в турнирах, и постараюсь за 24 часа сделать из них профессионалов. Для интереса я вначале их всех протестировал, мы со своей командой втроём сыграли против семерых новичков, и если честно, они очень быстро отлетели, то есть у них плохое понимание игры. Я всего лишь за 24 часа, то есть за один день постараюсь это исправить и сделать из них профессионалов. Как думаете, получится или нет, напишите в комментариях. Ну а пока вы пишите, я хочу вам рассказать о PlayRock. Здесь более 400 игр и приложений, поэтому вы можете купить всё, что угодно, в том числе и Стамбул Пасс по очень приятной цене. Покупка проходит с нескольких кликов, вы выбираете нужный товар, оплачиваете удобным способом, и всё, буквально через несколько минут гема или акция придёт на ваш аккаунт. На PlayRock более миллиона отзывов, рейтинг 5 звёзд, это быстро, надёжно и безопасно. Поэтому ссылку я оставлю в описании. Пожелайте мне удачи, это не постанова, это реально новички, можете сами в этом убедиться, там зайти в Дискорд. То есть это ребята, у которых нет абсолютно никаких званий, ни разу они не побеждали в турнирах, и сейчас мне предстоит с этой командой, ну так скажем, работать, да, и сделать из них профессионалов. Вначале я подготовил для них такое испытание на прокачку реакции. То есть мне кажется, это всё-таки пригодится, это полезно. Значит, по моей команде они все должны будут запрыгнуть вот сюда вот, и просто уворачиваться от крутилки. То есть как это может помочь, да? Давайте, приступайте к выполнению. Значит, это может помочь, ну во-первых, в блокдэше, то есть быстро реагировать на какие-то моменты, то есть принимать быстрое решение, там делать сейв или ещё что-то в каких-то экстренных ситуациях. Поэтому мне кажется, это всё-таки, ну надо, надо с этого начинать. Ну и плюс они немножко разомнутся. Мы добрались до самой быстрой крутилки, и это у нас будет как контрольная работа. То есть вам нужно именно здесь научиться выживать. Это очень тяжело, то есть здесь прям нужен суперточный тайминг. И хорошая реакция, конечно же. Ай-яй-яй. Хотел перепрыгнуть на соседний столбик, но не получилось. Так, что-то... Давайте, пытайтесь хотя бы раза три так. Так, у скелетика получается, а нет. Блин, что-то... Ну давайте, тренируйтесь, тренируйтесь. Время есть. Да, пока что ни у кого не получается, то есть все отлетают, да, к сожалению. Но ничего страшного, это только начало. Прошло две минуты, и если честно, прогресса никакого нет. Ну, возможно, надо им дать еще побольше времени. Ну, здесь просто нужно прыгать по таймингу, то есть... Да, вовремя реагировать и нажимать прыжок. То есть ничего сложного здесь, по сути, нет. Кстати, нормально, вот у ребят слева получается нормально. Ай! Я сам улетел. У меня у самого долго не получается продержаться. Ну ладно, ну неплохо. Урок номер два. Сегодня мы с вами научимся прыгать. Дело в том, что в Стамбл Гайсе персонаж может отталкиваться слегка от воздуха. То есть смотрите, вам нужно научиться чувствовать момент, когда ваш персонаж может совершить прыжок. То есть самый последний момент. Можно ошибаться, ничего страшного, если вы ошиблись. Давайте, прыгайте как можно дальше. Хорошо, хорошо. И последний прыжок, давайте. Давайте, давайте, последний прыжок. Может у кого-то получится. Молодец, небесный, хорошо. Клоун тоже, красава. Никос тоже, молодцы. Все, теперь назад. Давайте до первой платформы, потом снова до пятой. Итак, повторяйте. Эх, только у одного получилось вернуться. У Никоса. То есть нужно научиться всем чувствовать прыжки. Все, пусть тренируются. Я тогда постою, посмотрю. У кого-то получается, у кого-то нет. Подождите, это Норс или нет? Просто я знаю Норс, он играет с телефона с лагами. Что? Это Норс? Он научился прыгать. Я его считал самым безнадежным учеником, если честно. Я построил что-то похожее на стенки в блокдэше. Во-первых, нужно всем забраться наверх. Но это не сложно. То есть вот так вот прыгаете и останавливаетесь эмоцией. Пытайтесь прыгнуть на край, чтобы я не попал по вам панчам. Давайте. Эх, не получилось, не получилось. Прямо на меня ты прыгнул. Дальше, следующий. Давайте. Ну, куда, Никос? Ну, надо было в сторону прыгнуть. Следующий. Вот, вот, хорошо, небесный. Вот видели, он правильно сделал. То есть он прыгнул на край, и я в него не смог попасть. Это тоже очень важно, уметь делать блокдэша. Также есть такая штука, как байт. Сейчас вам ее покажу. В ту сторону вставайте, в ту сторону. Наверх в ту сторону, давайте. Что такое байт? Байт на эмоции. Когда вы делаете прыжок и потом возвращаетесь назад. То есть вот. То есть противник думает, что вы прыгаете к нему, а на самом деле вы возвращаетесь на тот же блок. Можно сделать длинный байт. То есть это такой большой прыжок. Вы прыгаете, рывок назад, плюс эмоция. То есть можно делать его так вот. Это будет даже поэффективней выглядеть. То есть учитесь делать большой байт. На самом деле это полезный трюк. Я часто его использую. То есть, возможно, кому-то со стороны может показаться, что это какая-то бесполезная ерунда, но нет. Это очень важно для понимания общей игры в блокдэша. Ну что, вы этого хотели? Наконец-то прохождение через стенку. Вам нужно прожать рывок, когда ваш персонаж опускается. И... Шкет, зачем? Ну ладно, ладно. Раз вы и всё умеете, всё, давайте, выполняйте. Не хотите, значит, меня слушать, своего учителя, да? Давайте, давайте, показывайте. Небесный получилось? Да ладно, молодец, молодец. Так, давайте. Когда ваш персонаж опускается, в самый последний момент рывок. Молодец, Шкет. Так, Никас неправильно опрыгнул. Гейм Ютуб получился. У двоих, трое, точнее, ещё пытаются. Ну что ж, можно пытаться дальше. То есть, принцип тот же. Только стенка уже полная. То есть, полностью целевая стенка. Но принцип тот же. Когда ваш персонаж опускается, прожимаете рывок и проходите сквозь стену. Сейчас. One second, one second. Просто люди толкаются, мешаются. Вот сейчас. Вот, вот так, всё. То есть, поняли, да? Вот так вот пытайтесь пройти до конца. Молодец, клоун небесный. Что они делают? Моя школа. Ну что, давайте, я останусь здесь. Буду подсказывать, давать какие-то советы, да, ученикам. Потому что я своих не бросаю. Гейм Ютуб ровнее, ровнее надо. Тебе нужно попасть в стык блоков. Ты не попадаешь немножко. И вниз, да. Вниз, когда уже персонаж опускается, рывок. Вот в этом месте где-то. Давай. Так, Норс и Гейм Ютуб остались. Ну давайте, давайте, у вас получится. Норс, ну тоже поровнее. Ну что это такое? Ой, я ему сейчас помешал. О, хорошо, у Гейм Ютуб получилось. Молодец. Так, остался один Норс. Позже прожимай рывок, позже еще Норс. Слишком рано. О, получилось, наконец-то. Так, хорошо. Да что такое? Все, все, Норс, давай дальше. Еще две стенки. Похоже, придется больше времени потратить на этот урок. Потому что у многих не получается. Небесный молодец, небесный просто мой лучший ученик. Шкет тоже. Надо было какую-то тропинку сделать, что ли, чтобы обходить мне самому. Ну ладно. Так, давайте. Два человека только в самом начале. А Норс и Гейм Ютуб опять. Да что такое? Ну что, что опять не получается, Норс? Ну я же тебе уже все объяснил. Ну давай. Вот, молодец, Норс лучший. Гейм Ютуб, давай. У тебя же получалось. Ровнее, ровнее надо. Ну, ну, Гейм, ну что такое? Не торопись, не торопись. Все получится, не переживай, не переживай. Время еще есть. Позже, позже, рывок надо. Вниз нужно целиться. Вниз, вниз. То есть вот так вот. А ты пытаешься как-то в середину. Это неправильно. Вот. Ребят, я 5 минут потратил. У него 5 минут не получалось. Это жесть какая-то. Кстати, Норс, по-моему, уже до конца дошел. То есть у Норса даже получилось все пройти. У Гейм Ютуб пока что вот хуже. Именно со стенкой. Хуже всех. Что такое тимворк? Это когда вы бьете вашего соперника панчем или лопаткой без раницы. А потом ваш тиммейт тоже его бьет, пока соперник еще не успел встать. Хорошо, небесный, почти получилось. Пытайтесь на мне это сделать. То есть один бьет, потом второй, третий и так далее. Ну давайте, давайте. Нужно попадать. Вот, неплохо, неплохо. То есть понятно, да, суть. Вставать. Как вставать в таких ситуациях? Вам нужно просто как можно быстрее прожать двойной прыжок. Если есть кик, то можно прожать кик, ну то есть ботинок. Если нет, то просто двойной прыжок. То есть вот так вот. Как правильно использовать панч? Дело в том, что если вы смотрите не в сторону соперника, даже если вы близко к нему, все равно панч не сработает. Для того, чтобы попасть по сопернику, вы должны смотреть прямо ему в лицо. Ну точнее в его сторону, да, вот так вот лучше будет звучать. Также можно делать сильный панч. Как он делается? Вам нужно выпрыгнуть вперед и потом вернуться назад. Ну типа как байт. То есть именно нужно вот так вот выпрыгнуть. Еще раз сейчас покажу. Вот. Вот такой вот сильный панч на месте. Для того, чтобы сделать лонг панч и откинуть соперника далеко, вы должны попасть ему в ноги. То есть вы сначала его ударяете, а потом толкаете телом. То есть вот, персонаж опускается, панч, потом рывок соперника. Вот так вот. Чтобы панч был сильнее, нужно близко к нему быть. То есть вот так вот. Давайте сейчас все по очереди будут пытаться сделать на мне лонг панч. Ну Никас талантливый ученик, давай. Не, Никас, в ноги, в ноги ты должен попасть мне. Давай. Попасть, попасть ты должен по мне панчем, Никас. Нет, ты перелетаешь. В ноги, в ноги нужно целиться. Никас, позже рывок, когда ты уже опускаешься. Но я же показываю, почему у него не получается. Ну вот так вот. Толкнуть ты должен телом. Ура, получилось. Все, наконец-то, с двадцатой попытки. Ну все, гейм-ютуб ты видел, да? Давай, с первой, с первой. Ты рывок не сделал. Рывок в меня. Попасть, а... Потом рывок. Но он неправильно делает. Вначале нужно попасть в меня. Вначале попадаешь в меня. Карате чопом. Потом только рывок. Толкаешь меня телом. Что здесь сложного? Давай, гейм-ютуб. Мы все в тебя верим. Ты сможешь. Ну вот, близко, близко. Очень близко. Давай. Рывок пораньше. Ну почти, почти получается. Ему еще надо тренироваться. Ему больше времени надо. К сожалению, я не сдержался. Я отправил гейм-ютуб тренироваться в паре с Никасом. Так, Небесный, ну ты-то не подводи, Небесный. У тебя же все получается всегда. Хорошо, молодец, Небесный. Ну, не идеальный лонг-панч, но пойдет. Пониже, пониже. Хорошо, с третьей попытки. Молодец, клоун. Норс, ты сможешь. Давай, давай. Блин. Верните гейм-ютуба, пожалуйста. Ну давай, Норс. Но рывок, рывок надо прожать. Сначала попадаешь по мне каратэ-чопом, потом рывок. Давай, давай, ровнее, ровнее в меня. Ну, Норс, ну ближе. Сколько я уже мучаюсь. О, наконец-то, молодец, Норс. Молодец. Не, хорошо, хорошо вышло. У нас уже пошла практика. Я дал первое задание моим ученикам. Это забираться всегда на стенку. То есть вам нужно быть как можно выше. То есть всегда, при любой возможности, забирайтесь на стенку. То есть неважно, какая. Кстати, здесь лучше между шипами проходить. Почему нужно быть как можно выше? Это пригодится в дальнейшем, когда вы будете прыгать со стенки на стенку. Ну и также у вас большое преимущество над вашим соперником, когда вы выше его. Вот для чего мы тренировали дальний прыжок. Смотрите. Можно прыгнуть с первой платформы сразу на стенку. Но нужно прыгать практически с воздуха. То есть это достаточно тяжело. Нужно тренить. Со стенки на стенку. Как я вас и учил. Давайте вот так вот. Всегда нужно держаться сверху. Всегда. Нельзя было падать. Нужно было продолжать прыгать сверху. Как легче всего выполнять сейв? Близко к лазеру берете минимальный прям угол. Минимальный. Просто назад, вперед. То есть все. Назад и вперед. Вот так вот. Небольшой угол берете. И близко к лазеру. Именно близко к лазеру нужно вставать. Не бояться. То есть вот так вот. Вам не нужно ничего там высчитывать. Просто небольшой угол. Эх. Ну что такое. Максимально острый угол. То есть надо брать. Вот так вот. Блин. Это будет тяжело. Это будет очень тяжело. Блин. Ни у кого не получается пока что. Хорошо. Хорошо. Спустя 10 минут тренировок у Никаса получилось. Давайте дальше. Ну что такое. Один упал. Ну ребят. Ну не надо так ошибаться. То есть вы проходите. Так давай Шкед. Получилось у Шкеда. Да ладно. Слушайте. Все. Все. Просто идеально все идет. Давайте дальше. Следующий. Следующий. Клоун. Давай ты. Показывай чему я тебя научил. Не подведи своего учителя. Не опозорь меня. Хорошо. У него тоже вышло. Так. Следующий. Давайте. Норс. Норс давай. Ну Норс по-моему и до этого умел. Давай Норс. Делай. Делай. Молодец. Все. Все более или менее научились делать сейвы. Что мне еще им показать. Э. Живите. Да как они упали. Нужно выживать. Уметь выживать в экстренной ситуации. Ой. Я сам сейчас чуть не отлетел. Вот это надо научиться делать всем. Это очень имбовый способ проходить змейку. То есть вот так вот отталкиваться от шипов. Как мешать людям делать сейв. Сейчас покажу на примере моих тиммейтов. Подходите к краю. И просто прожимаете панч. Когда человек летит к вам в воздухе. То есть немного заранее. Если боитесь что соперник прожмет кик. Можно встать чуть дальше. Но самое главное это попасть прямо в него. Чтобы быстро обогнуть шипы. Можно вот так вот прыгнуть. Прожать эмоцию. И вас подкинет вверх. Я думаю что все. Дальше у нас осталось только практика. И сейчас будем играть в блокдэш. Не знаю сколько. Тренироваться. Изучать все эти трюки. Чтобы у всех они получались. Ну а я вернусь. Когда у нас уже будет самое интересное. Когда будем проверять. На что эти новички способны. Вы бы знали сколько времени я на это потратил. Все. Финальный тест. Я со своими друзьями против новичков. 3В7. Погнали. Как и в начале. Но мои друзья если что профессионалы. То есть. Будет жестко. Я не подаюсь честно. Я не подаюсь. Как получится так получится. Ну кстати они более кучно держатся. Молодцы. Молодцы. Новички. Они более кучно уже встают. И по моему они лучше стали двигаться. Никто уже так жестко не подставляется. Так. Ой. Минус 1. Я как бы против новичков. Но я болею за них. Так. Давайте. Хорошо. Не. Они 100% лучше двигаются. Ой. Ника сделал сейф. Молодец. Моя школа. Они в начале очень быстро отлетали. Сейчас получше. Но им нужно пытаться как-то. Лонг панч. Сделать или еще что-то. Ой. Сдокли выживает. Хорош. Хорош. Они намного лучше держатся. Это знаете. До и после просто можно сделать. Но если честно. Мне кажется. Но они нас не выиграют. Если что. Я на 100% играю. Поэтому не думайте. А все. Нос улетел. Хорошо. Круспай. Да как он успел. Ну молодец. Молодец. У меня научился. Так. Повар. Повар. Давай живи. Живи. Хорошо. Опасно. Опасно было. Так. Поверху проходим. О. Вот видите. Это тоже мой трюк. Молодцы. Молодцы. Просто живут. А. Что это было? Вы видите? Они просто все мои тактики применяют. Один выжил. Как ты смеешь использовать мои заклинания против меня. Да? Как там было в Гарри Поттере? Блин. Я уже не помню. Но это мем просто легендарный. Два на два мы остались. Два на два. Ну у них есть шансы. У них есть шансы. Они могут. Так. Ай-яй-яй. Мне бы самому сейчас не слиться. Иначе это такой фейл будет. А небесные сейвы все это время делал. Видимо. Они сейчас нас затащат. Возможно. В любом случае неплохо, что они... Живут. Ай-яй-яй. Это был прям опасный мув от Никаса. Серьезно? Ай. Что? Мы его тиммейты просто затолкали в лазеры. Что? Они сейчас могут выиграть меня два в один. Я один против двоих своих учеников. Так. Ну. Ой. Кажется у Никаса проблемы. А он успел. Он успел. Ай. Ай. Сейчас у меня проблемы. Не-не-не. Я не собираюсь сдаваться. Слушайте. Как так? Я не могу слить своим ученикам. Зачем я их так научил? Они заставляют меня так потеть. Я просто не могу. Никас? Хорошо. Минус один. Хотя бы так. Все. Все. Последний остался один на один. Небесный. Сможет ли ученик превзойти учителя? Надеюсь, что нет. Сейчас бы попасть по нему. Так. Змейка. Ай. Что он делает? Все. Все. Ему надо будет делать сейв. Я успел? Ай. Все. Он упал. Хорошо. Победа. Это было очень жестко. Слушайте. Но может быть у меня не получилось из нубов сделать каких-то профессионалов? Но я пытался. Пишите в комментах, что об этом думаете. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.